Сегодня мы бьем ракеткой по мячу и выплескиваем энергию в барабанной дроби. Спасаем леса от вырубки с омской арт-резиденцией, рассматриваем почерк великих писателей, целимся в яблочко и разгадываем язык танца. Раз, два, три, четыре. Четыре эмоциональных и непохожих друг на друга истории на одной сцене. Главный реквизит артистов – пластика собственного тела. Магия тела, физическое движение. Плюс это физическое движение, через тело мы пытаемся донести образ, ту или иную мысль, которая у нас заложена в теме наших работ. Любое движение здесь имеет смысл. Но какой? Вопрос остаётся открытым для каждого. А ответ зависит от эмоционального состояния и личного восприятия зрителя. Даже артисты каждый раз проживают одну и ту же историю по-новому. Мне кажется, всё равно это как попадаешь в другой мир. Ты настолько вживаешься именно в то, что ты исполняешь. То есть у каждого своя картинка вырисовывается. То есть у кого-то по произведениям спектакля, да, у кого-то наоборот, вот как видит хореограф, так и ставит. И каждый, наверное, всё равно в голове рисует свою какую-то иллюзию и проживает именно жизнь вот этого персонажа. Через танец они рассказывают о разных гранях жизни. Как не сойти с ума в ожидании неминуемой старости. Как добиться успеха. Научиться воспринимать собственные эмоции. И как принять себя и свою повседневную жизнь. Для меня это тяжело и первый раз говорить на сцене. Чтобы ещё и зритель каждого донести, да, и в любом случае неизвестная реакция. Вот. Сложно. В любом случае, конечно, она мне близка, естественно, мне близко. И за счёт того, что даже она мне близка, может быть, поэтому и тяжелее рассказать, наверное, от того, что настолько это близко. Теперь у меня попугай. Он много кричит и много гадит. Я ещё часто думаю, как же тяжело ему жить без рук. А Дима говорит, он, наверное, и про тебя так же думает. Как тяжело тебе жить без крыльев. Не могу с ним не согласиться. Всего за один час зрители успевают почувствовать и печаль, и радость. Погрузиться в свои мысли и посмеяться вместе с теми, кто сидит рядом. Один час – и вот они, случайные встречные, в едином порыве осыпают артистов овациями. 25 января состоялся премьерный и пока единственный показ этих моноспектаклей. Сейчас танцевальный театр «Нога» готовится к большому выступлению всей командой. Смогут ли зрители ещё раз увидеть четыре хореографических спектакля на одной сцене, пока неизвестно. Следите за информацией в официальном аккаунте театра в Инстаграм. Люди настукивают, гремят, бьют и вколачивают. Уже 8 тысяч лет. Первые барабаны появились ещё в Месопотамии. Они использовались как сигнальные инструменты. Сейчас же принцип ударных – это то, что используется повсеместно. От медицины до элементарных развлечений. Первая барабанная установка появилась в 1918 году. Она включала в себя рабочий барабан, бочку, педаль, прикреплённый к бочке водблок и подвесную тарелку. Современная же барабанная установка может включать в себя до 813 элементов. А стандартная выглядит примерно так. Малый или, как ещё говорят, рабочий барабан, бас-барабан или по-простому бочка, малый, средний и напольные тома, хай-хэт, крэш и райт. Не забудем про палочки и педали. Научиться барабанить несложно. Стоит только захотеть и прийти в специальную школу. В Омске их несколько. Последняя появилась совсем недавно, 3 октября. Хотя желание открыть её у музыканта Эдуарда возникло ещё в 2012 году. 15 лет назад он создал первую группу, а сейчас по праву считается одним из лучших преподавателей города. Для начала надо научиться, в принципе, извлекать звук из установки. Правильно сесть, правильную технику рук-ног поставить. После того, как научишься извлекать правильный звук, уже комбинировать эти звуки в разные ритмы, в разные какие-то мелодии. Ну вот опять же, я, как всегда говорю всем, я очень сильно топлю за то, чтобы люди импровизировали. То есть это самовыражение, это творчество. Поэтому просто заученные партии играть, повторять по 500, по 1000 раз – это как тренинг хорошо, но как искусство, как творчество – это не очень хорошо. Ограничений в барабанном деле практически нет. Самой старшей ученице Эдуарда – 69, а вот детям рекомендуется начинать с 12. Но бывают и исключения. Вот, например, Шиави, с Аньей всего два года. Со своим шестилетним братом Джастином и их родителями они устраивают концерты прямо у себя дома. В Омске тоже есть молодой талант. Максиму 10 лет, а барабана в его жизни – с лета 2020 года. Кем ты хочешь вообще стать в будущем? Ну, не знаю. Я в будущем хочу играть на барабанах хорошо, как преподаватель. Чтобы самому нравилось и кому-нибудь. При игре на барабанах у человека развивается сразу два полушария головного мозга. Он прокачивает и координацию, и память, и даже речь его становится лучше. Все мозговые процессы в момент игры активизируются. Только вот найти инструмент в нашем городе – задача не из простых. В основном барабанщики довольствуются палочками и тренировочными пэдами. Найти барабан в Омске хорошем, чтобы на нем можно было играть – можно. Если постараться. Дело в том, что надо узнать, как звучит инструмент. А если его заказывать, не знаю вообще его характеристики. Ну, все-таки такой акустический инструмент, который требует досконального такого помешательства. В общем, девочки, найти того самого сложно. Но как только он появится в вашей жизни, все заиграет новыми красками. Кстати, от получасовой игры на барабанах вы сожжете больше калорий, чем от силовой тренировки. Ну, а чтобы все было по барабану, нужно выполнять соответствующие движения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проект «Русский квадрат» он не спонтанный, на самом деле, но в нашей истории достаточно много. Мы говорим о важности экологии, осознанности, ну, вообще о защите нашей планеты, наших ресурсов. Проект мы готовили больше года, нас поддержали. И, ну, как-то вот все сложилось, в общем-то, и сегодня мы готовы представить первую выставку в рамках этого проекта. У нас было заведено три номинации, ну, такие три ключевые точки. Это «Черный лес», «Красная зона» и «Зеленая надежда». Моя работа называется «За глазами». Это миф о Оливии и о том, что она как символ глаз интерпретирует все судьбы и чувства людей через себя. И если Оливия исчезнет, то и добрые какие-либо чувства исчезнут с планеты. Я хотела бы передать скорее метафорично и через миф историю и вот эту проблему данной выставки. На меня произвели впечатление карты со спутника, то есть просто карты Земли и то, как выглядят места, где пожар. То есть вот эти красные точки, они как такие раны, по сути, на теле Земли. И таким образом у меня родилась концепция. Мой платок — это, по сути, калаш, который состоит из трех слоев. Первый слой — это карта Земли, второй слой — это карта вот этого огня, карта поражений. И третий слой — это такой образ, который не заметен глазу ни со спутника, невозможно даже при большем приближении, но это образ смерти, который несет вот этот пожар. И таким образом складывается лицо огня, то есть название платка, соответственно. Я целенаправленно взяла красную зону, зону, скажем так, максимальной вот этой точки кипения, максимальной боли. И на самом деле то, к чему мы выйдем из этой зоны, во многом зависит от нас. То есть выйдем ли мы действительно на зеленую зону или черная станет уже исходом. Поздравляю команду с успехом, потому что действительно очень круто, мне очень понравилось. Город Омптик и технический университет с тем, что у нас есть молодые и талантливые ребята. Я желаю вам вдохновения, желаю вам сил, энергии не останавливаться на этом очень нелегком пути и продолжать вот эту колоссальную работу. Культурная программа на выходные у нее расписана на месяцы вперед. Замминистра культуры Омской области Анна Статва, завсегдатый городских и областных мероприятий. Но идеальное свободное время, какое оно? Как попасть в десяточку и зарядиться энергией? Рецепты качественного отдыха в нашей рубрике «Личный рейтинг». Первое мое увлечение, номер один, это, конечно, походы. И пешие, и горные, и водные. Не мысли в своей жизни без этого. Обязательно хожу с друзьями. Бывает, что ходишь по местам, которые еще достаточно плохо описаны, и немножко так выступаешь в роли первопроходца. Вот, например, в прошлом году мы сплавлялись по рекам Колымы. И, конечно, это совершенно особое чувство, когда ты один на один с природой, и в течение двух недель не видишь никого, кроме членов своей группы. Ну, собственно говоря, у нас так было во многих местах. И на плато Патарана, и на Приполярном Урале, и на Камчатке. И это, конечно, ни с чем чувство несравнимое. Спорт, но спорт не профессиональный. Лыжи, бег, велосипед. Вот, отлично, плотненько вот так. Я вообще человек, который всегда за мир. Даже когда те случаи, когда я ездила на охоту, я не стреляла ни в уточек, ни в зайчиков, ни в кого. Но вот попробовала сходить в тир, и попробовала настоящее боевое оружие. Конечно, это очень волнительно, это даже, наверное, страшно, но страшно интересно. Я привыкла к тому, что цель дается легко. Ты не совершаешь какое-то насилие над собой, там, физическое или моральное. Ты просто идешь в направлении той деятельности, которая тебе близка по ценностям. И все легко так само собой достигается. Своё свободное время сегодня я решила провести с книгой, в которой собраны интересные истории из жизни нашего города и её автором, историком Сергеем Наумовым. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Я прочла в книге, что в Омской крепости когда-то хранилась вся казна Омска. Это так? Да. Жалование офицерам, ну и, в общем-то, тот немногочисленный бюджет города небольшого, какой у Омска был в конце 18 века, хранился здесь и в 19 веке тоже, вплоть до упразднения Омской крепости в 1864 году. Но если сейчас деньги хранятся в банках, под семью замками буквально, здесь как это выглядело в то время? Ну, давайте посмотрим. Давай. Ну, вот, собственно, мы можем заглянуть сейчас внутрь кладовой, видим помещения. Ну, наверное, сейчас они нам покажутся небольшими, да, для нашего времени. А для тогдашнего времени, ну, всё-таки это было, ну, масштабное, да, мы видим это по сводам, по высоте потолков. Из четырёх комнат, одна была тёмная, то есть не имеющая никакого освещения дневного, окна там хранились именно золотые деньги. А вот здесь хранились серебряные и медные, там были окошки, мы, собственно, вот их видим, кованые решётки, да, подлинные, дошедшие до нас. И вот эта часть вот всей галереи, здание, оно, вот стена непосредственно, она дошла до нас в первозданном виде, это вот стена, стена XVIII века. Ну что, двигаемся дальше? Если я правильно понимаю, то история Омского телеграфа началась с этого района города. Ну, в принципе, да, можно сказать и так, потому что вот сейчас мы видим перед собой вот известное каждому омичу здание Омского почтамта, построенное в конце 60-х, в начале 70-х годов прошлого века. Но в той или иной степени история Омской связи, телеграфа, телефонной связи, радио и телевидение, она вся закольцована вот в этом районе. Это центр города, поэтому это вполне логично. А правда, что Омский телеграф был как бы связующим звеном не только между разными городами, но даже целыми странами? Да, действительно. Вообще в XIX веке телеграфная связь развивалась быстро и стремительно. В Россию она пришла в 1855 году, ну, понятно, сначала в столицу, в Петербург, затем в Москву, но уже в 1862 году, то есть через 7 лет был создан Омский телеграфный округ, который насчитывал более 30 городов и более 100 сотрудников. Вот. В 1876 году большое северное телеграфное общество проложило здесь свою линию, которая, собственно, соединила не только Владивосток с Санкт-Петербургом, она соединила телеграфом и с другими странами, в том числе с Китаем и с Японией. И линия шла до Нагасаки. Связь телефонная, она тоже пришла в Омск довольно быстро в 1884 году, но она тоже была ведомственная, военная. Но потом в 1903 году была открыта уже частная по договору концессии телефонная станция общегородского пользования. И она насчитывала уже к 1917 году более 300 абонентов. Ну и да, вот 184 номер, он поговаривает, он пользовался популярностью, это заказ пива завода Екатерины Губарь, ну вот звонили, заказывали. То есть все, как и сегодня. На этой ноте я предлагаю вам отправиться дальше, к истории, которую мы оставили на сладкое. Ну вот, собственно, мы зашли в известную сегодня, да, Омскую кондитерскую, Луговская Слобода. Но вообще этот район улицы Ленина, а тогда Дворцовой, он, ну, далеко не чужой к кондитерскому делу, связан напрямую, потому что вот здесь, ну, это здание, сейчас это под единым адресом Ленина 20, а тогда это было три разных здания. Вот одной из них располагался филиал кондитерской, одного из, наверное, самых известных производителей Омска именно в этой сфере, это кондитерская Ивана Зонова. Ну а вообще кондитерское дело, оно начало процветать, так же, как и большинство мелких каких-то объектов, да, торговли. Это вот конец 19-го, начало 20-го века, когда в Омск пришла Транссибирская магистраль. На ваш профессиональный взгляд, еще остались истории об Омске, которые стоит рассказать, которые еще, может быть, не знают о ничем? Полно. Это в этом плане Омская история трехвековая, это такой бездонный колодец, откуда, в принципе, краеведы могут черпать, черпать и черпать, и истории еще будут черпать, и в конце концов эта информация же постоянно устаревает, да, вот книга, которая вышла в 19-м году, она уже будет, уже кое-что даже в ней устарело, вот прошел год, и пройдет еще пять лет, и понадобится новая редакция, и появятся новые истории, появятся новые очерки, и я думаю, что это такая, как бы, кладезь информации, бездонный вот этот колодец, да, из которого будут черпать следователи еще очень-очень-очень долго. Фонд Омской Пушкинской библиотеки пополнился двумя бесценными книгами. Издания представляют собой фоксимильное воспроизведение старинных экземпляров. Теперь любой читатель может познакомиться с Евангелием Федора Михайловича Достоевского и рукописью книги «Остров Сахалин» Антона Павловича Чехова с пометками самих писателей. Вот здесь книга, 360 страниц, вот на 350 страницах разного рода пометы Федора Михайловича, но для нас, конечно, интересны пометы, которые он сделал у нас в Омском остроге, и в руках у него не было карандаша или еще каких-то пишущих предметов. И поэтому он делал свои пометы ногтем. Евангелие было единственной книгой, разрешенной к прочтению в Омском остроге во время нахождения там Достоевского. Благодаря оптико-электронной реконструкции сегодня мы можем видеть тот самый экземпляр, который держал в руках великий писатель. А чтобы глубже разобраться в том тяжелом периоде жизни Достоевского, Омская Пушкинка предлагает познакомиться с комментариями ученых, где подробно изложено, как евангельский текст прорастает в художественных произведениях Федора Михайловича. Еще один ценнейший экспонат – издание, воспроизводящее рукопись «Остров Сахалин» Антона Чехова. Это произведение автор написал после своего путешествия по Северной Азии в 1890 году. Тогда Чехов проплывал и мимо Омска. Для нас очень важно увидеть в 1890 год как он запечатлелся в тексте. И современные исследователи предоставили нам возможность увидеть, какие слова вычеркивались, какие дописывались, как складывалась интонация, интонационный рисунок текста. Библиотеку издания поступили в необычных футлярах. Они представляют собой историческую реконструкцию. Для Евангелия Чехова это образ арестантской казармы, а для книги «Остров Сахалин» чемодан Чехова-путешественника. Узнать тайны, связанные с омскими страницами в истории великих авторов, можно в секторе редких и ценных книг Омской библиотеки Мини Пушкина. Сейчас это как нельзя кстати. 29 января – день рождения Антона Чехова, а в ноябре 2021 года весь мир будет отмечать 200-летие со дня рождения самого трудного классика в мире Федора Достоевского. Мы с вами находимся в вагоне 1938 года. Этот вагон выпущен на заводе имени Егорова. Данные вагоны в годы Великой Отечественной войны выполняли основные перевозки. Перевозки в тыл и на фронт. Теперь в вагоне 1938 года располагается экспозиция, посвященная 75-й годовщине. Мы реконструировали элементы различных купе. Вагон «Теплушка» В годы Великой Отечественной войны он сыграл важную роль в переброске как солдат на фронт, так и раненых с фронта перевозки. «Теплушка» Наверное, немногие знают о том, что это нормальный товарный вагон, который был создан в 1870-е годы, еще в царской России. «Теплушка» – это вагон 6 метров длиной и 2 метра 700 шириной. В «Теплушке» делали нары в 2, а то и в 3 яруса. Посередине ставили печку, буржуйку, и располагалось до 40 солдат, либо 8 лошадей. Здесь мы представили небольшую экспозицию возвращения солдат с фронта. Вот этот предмет, наверное, немногие знают, это солдатский фитиль. Из гильзы сделан фитиль для того, чтобы хоть какой-то свет был в «Теплушке». Окна были в «Теплушке» небольшие, маленькие, поэтому света, конечно, не хватало. Кроме того, здесь есть подлинные экспонаты, это и фляжка, которую передал ветеран-железнодорожник в наш музей. С этой фляжкой он прошел всю войну. Наверное, немногие взрослые, ну и, наверное, молодежь, не знают, как называется вот этот небольшой, но очень симпатичный мешочек. Вышито здесь дорогому воину Красной Армии. А ведь это кесет. Слово давно забытое. А ведь такие кесеты шили школьники для солдат Красной Армии и отправляли на фронт. В кесет они могли положить и карандаш, и небольшой листочек бумаги для того, чтобы солдат мог написать письмо своим родным и близким с фронта. Ну, еще солдат здесь мог хранить махорочку. В минуты перерыва мог, так сказать, воспользоваться этим. Очень много промышленных предприятий были эвакуированы в Теплушках с центральной части России за Урал. Более 2,5 тысяч промышленных предприятий. Удачный выход к сетке и мячик на ракетке. В минувшие выходные в Омске прошел одиночный любительский мужской блиц-турнир по теннису. Показать мастерство владения ракеткой и точность ударов на корт вышли 12 участников. Любительский теннис, он на самом деле по эмоциям далеко не отстает от профессионального. Здесь те же страсти, то же желание победить. Сейчас, особенно вот в этот непростой год, который был у нас, теннисные тренировки помогали вообще вот как-то мыслями уйти от работы, от каких-то переживаний. И вот ты на корте, и у тебя есть только ракетка, мяч и соперник, или тренер. И, ну, это на самом деле очень здорово. Ну, и, конечно, физическое состояние тоже помогает. После тренировок всегда чувствуешь себя очень хорошо. История тенниса насчитывает сотни лет. В 12 веке за такой игрой развлекались европейские монахи. Правда, вместо ракетки отбивали мяч рукой. Теннис входит в программу Олимпийских игр с самой первой Олимпиады современности в 1896 году. Сегодня теннис один из самых модных видов спорта. И не только у мужчин. Если вы никогда не играли в теннис, но очень хотите попробовать себя в этом спорте, то в Омской звезде проводятся тренировки для начинающих, а также для детей. Это зал начальной подготовки и коррекции движения, если у вас какая-то ошибка непосредственно в технике. Но изначально мы рекомендуем начинать подготовку именно в этом зале. Чтобы человек быстрее вошел в тренировочный процесс, мы начинаем с привычных спортивного инвентаря. Это школьная программа, это баскетбольный мячик. Супер! Как лучше использовать хватку? То есть опустили руку и взяли ракеточку так, чтобы она просто не торчала из руки. Хорошо? И вот свободно, чтобы рука и ракетка образовали одну линию вдоль тела. Со стороны может показаться, что теннис – игра простая. Однако, чтобы получить минимальные навыки владения мячом, новичку может понадобиться около 10 занятий. А если вы с победой на «ты» и вам не впервой держать в руках ракетку, добро пожаловать на любительские блиц-турниры. В теннисном центре они проводятся регулярно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова